В предыдущем уроке мы сплели чашелистики, а сейчас сплетем листья. Для плетения листьев я использовала три вида замесов. Темный, болотный и ярко-зеленый. И также добавляла три вида рубки. Темную и болотную двух видов, прозрачную и непрозрачную. Бисерные замесы я использовала, чтобы листья более-менее сочетались с цветками алюма. Но в то же время мне хотелось, чтобы они получились глянцевыми и блестящими. И поэтому я еще отдельно использовала шестигранную рубку айка глянцевых и металлических видов. Плетение листьев мы с вами супер детально рассматривать не будем. Так как это уже всем известная техника французского бисереплетения, плетение дугами. Сокращенно я ее записываю КЦР, что означает каркас с центральным рядом. И в этой технике мы с вами уже много раз плели. Самое сложное, что мы делали в ней, это листья амазонской лилии в 10-11 уроках. Также эта техника и прошивка по ходу плетения у меня описана в моей второй книге, на примере Аморилиса. Для плетения листьев я использовала очень плотную проволоку диаметром 0,6 мм. Для плетения крупного листа на оси я набрала 38 см бисера. От темно-зеленого до ярко-зеленого. В данном случае нужно сделать комбинированный каркас так, чтобы внизу получалась изнанка, а сверху лицо. Для этого снизу нужно подкладывать рабочую проволоку под осью, а сверху поверх оси. Этот прием рассматривался в моей первой книге на примере гиацинта. После сплетения первой пары дуг по схеме округлый низ, заостренный вверх, нужно начать делать прошивку по ходу плетения. Прошивка, близкая к вершине листа, проходит внизу под листом, так как здесь у нас лицевая сторона, а прошивка в основании листа проходит сверху, так как здесь изнаночная сторона, потому что это комбинированный каркас с центральным рядом. Дальше на оси я добавляю одну бисерину и продолжу плетение. По желанию в лист можно вплести капельку росы. Просто нанижите кристалл в форме бриллианта на одну из дуг ближе к кончику листа. Далее я покажу фрагменты работы над крупным листом. После того, как я сделала первую пару дуг вокруг оси, я взяла три проволочки примерно по 20 см и начала делать прошивку, примерно поделив лист на 4 равные части. Я уже сплела по схеме первые 5 дуг и осталось сделать еще две. Вот здесь я закрепила. Уже у первой прошивки ближе к основанию. Теперь буду закреплять посередине. Прокладываю дальше. И так получается легче, потому что мы кладем не сразу вот такую огромную пару дуг, а по частям. Так, здесь у меня еще капелька. На пятой дуге слева. Здесь на ось надо набрать 5 бисерин. Укладываю, чтобы дуга была плотна к предыдущим дугам и к оси. И делаю заостренный вверх. То есть обкручиваю под углом 45 градусов. Проволока очень толстая, плотная. Это не так-то легко, но возможно. Причем рабочую проволоку сверху я подкладываю поверх оси. Так как это должна быть лицевая сторона. Вот здесь уже начались редкие вкрапления золотистых и бежевых бисерин. На самом кончике. Поправляю низку и прокладываю здесь. Теперь перейдем к правую пару дуг. Плотно закладываю верхнюю часть дуги. И прикрепляю там, где первая прошивка. Первые две прошивки проходят по изнаночной стороне. То есть сзади. А последняя наоборот, по лицевой. Мы до нее еще дойдем. А сейчас нужно набрать больше бисера, чтобы сделать второй пролет. Но сначала я уберу немного этого оттенка. Так как я стараюсь попадать в тон. Здесь, например, идет болотный цвет японского бисера Айка. И я хочу повторить такой же оттенок на следующей дуге. И тогда в этом месте будет болотное цветовое пятно. Дальше я буду набирать вот этот вот. Так как у меня идет дальше такой оттенок. Итак, сначала идет болотный металлик. Потом прозрачный, светло-болотный. И дальше буду набирать замес из средней зеленого бисера. И потом из самого темного. Также помимо замесов я использую однородные виды. То есть один вид. Например, здесь темно-зеленый с радужным блеском. Его я перемежаю с замесом. И сейчас я сразу набираю побольше, чтобы завершить эту дугу и начать новую. Итак, я набрала достаточно, чтобы завершить эту дугу. И даже чуть-чуть еще останется. Поэтому переходим к прошивке. Прокладываю вплотную. И закрепляю проволочкой для прошивки. И последнее, третье. Но так как здесь у нас прошивка проходит по лицевой стороне, то дугу я подкладываю снизу. Так, и теперь завершаем лист. Плотно прокладываем этот ряд. И рабочую проволоку я подношу снизу оси. Убираю лишний бисер. И делаю один виток. Под углом 90 градусов. Ну и все. И дальше буду продолжать в таком же духе. Мне нужно сделать еще одну последнюю пару дуг. Но только прежде чем закрепить последнюю дугу, на оси я наберу еще 6 бисерин. И на конце листа будет больше бежевых и золотистых оттенков. После того, как лист сплетен, я еще сделаю несколько дополнительных прошивок в тех местах, где просится. Так, чтобы ряды смотрелись плотными и едиными. Для плетения мелкого листа я взяла очень толстую проволоку диаметром 0,6 мм. Гематитового цвета, чтобы лист был очень прочный, жесткий и держал форму. На ось отмерила 30 см проволоки. А рабочей ушло 2 метра 50 см. Форму я уже придала после сплетения. Ну а сначала сплела первую пару дуг. Начала делать прошивку сразу по ходу плетения. Две прошивки. Разделяя лист на три равные части. В конце добавила прошивок, чтобы лист смотрелся плотно. Схему мелкого листа запишите так. Комбинированный КЦР, то есть каркас с центральным рядом, из 15 см. Три пары дуг, округлый низ, заостренный вверх. Плюс три бисерины на ось. Одна пара дуг, округлый низ, заостренный вверх. Плюс еще четыре бисерины на ось. Одна пара дуг, округлый низ, заостренный вверх. И плюс пять бисерин на ось. Одна пара дуг, округлый низ, заостренный вверх. Прошивка по ходу плетения. Всего 8 прошивок. 5 в основной части листа и 3 на кончике. Перед добавочными бисеринами на оси. В последний паре дуг я добавила еще золотистых оттенков бисера, чтобы подзолотить кончик. Верхний кончик я не отрезала. Я еще подумаю, что с ним делать. Пока просто загну его наизнанку. И скорее всего я его просто отрежу и спрячу, как всегда, вдоль оси. Ну, либо сделаю петельку и буду использовать его для крепления капельки. Ну, слишком капелек много я тоже не хочу, поэтому еще не решила. После того, как лист был сплетен, я его красиво изогнула слегка по спирали. Крупный лист также изготавливался из этой же проволоки, диаметром 0,6 мм, естественно. Но в нем на одну пару дуг больше. На ось я взяла длинный отрезок длиной 50 см. Можно взять 55 см с запасом, так как у меня осталось совсем немного сверху. А рабочую проволоку я отмеряла два раза, потому что иначе она была бы слишком длинная и неудобно было бы плести. Первый отрезок был 2 метра 50 см. Я его сюда прикрепила. Причем внизу у меня изнаночная сторона, а сверху я плела лицевую сторону. И когда после нескольких пар дуг первая рабочая проволока закончилась, я взяла еще один отрезок длиной уже 3,5 метра, также прикрутила его к основанию и продолжила плетение, пока лист не завершился. Всего, получается, на этот большой лист ушло 6 метров рабочей проволоки, поэтому пришлось ее разделить пополам. Но это просто увеличило немножечко толщину ножки листа, что, в принципе, даже ему на пользу. Набор бисера на рабочую проволоку осуществляла постепенно в процессе плетения, подбирая оттенки, так, чтобы снизу ложились темные, переходили плавно в болотные и дальше в ярко-зеленые. Запишите схему крупного листа. Комбинированный КЦР из 38 см. Одна пара дуг. Округлый низ, заостренный вверх. После первой пары дуг на ось взяла одну бисерину. Вот ее тут почти не видно. Где она? Где она? А, вот. Вот ее тут почти не видно. Спрела следующую пару дуг, потом 2 бисерины на ось, и снова пару дуг, 3 бисерины на ось и так далее. После каждой пары дуг увеличивайте количество бисерин на оси на одну, пока не получите 7 пар дуг. У всех дуг схема округлый низ, заостренный вверх. И в конце я еще набрала 3 бисерины от вот такой большой бусины до самой маленькой бисеринки номер 15 золотистого цвета. Тоже на кончике добавила золотистых цветов, как бы позолотить кончик. И еще использовала вот такую капельку росы. Очень красивая чешская бусина, цирконий. После того, как лист был готов, я сделала еще несколько прошивок достаточно часто, чтобы ряды плотно ложились друг к другу. Всего 17 прошивок. 12 основных и 5 на верхушке, перед добавочными бисеринами на оси. Причем сверху прошивка проходит, конечно же, по изнаночной стороне. А потом в какой-то момент она переходит как бы на лицевую сторону, потому что в этом месте снизу у нас изнанка. И вот эти вот проволочные концы я пока оставила. Возможно, я их буду использовать, чтобы крепить к стеблю. Если что, отрезать их недолго. И когда лист был готов, придала ему форму и загнула по спирали. Вот такой вот красивый лист получился. К следующему уроку подготовьте все детали. Два чашелистика, два листа мелкий и крупный. И 39 пучков с цветами. Сборку алюма мы начнем с того, что сначала сформируем шапку декоративного лука. До встречи в пятом уроке!